Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Обвинила пианистку в наглости. Та в ответ решила выяснить отношения и направилась в ее сторону. Норкина, испугавшись за звезду советских времен, встала на защиту актрисы, оттолкнув Цымбалюк. В моем окружении с детства так не вели себя никогда, поэтому закадровый текст, к сожалению, местен. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести, но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думаете о том, какими вас будут помнить, написала Виталина. Подписчики тогда раскритиковали Цымбалюк-Романовскую, ведь о мертвых говорят либо хорошее, либо ничего. Виталина решила ответить тем, кто при критике ее слов срывался на ругань. Виталина подчеркнула, что всех, кто переходит грань, ждет бан. Среди критикующих оказались пустые аккаунты и аккаунты с аватарками в виде животных, либо аккаунты с фотографиями людей со злыми лицами. Я ознакомилась с вашими мнениями и считаю, что язык, на котором они высказаны, не достоин моей странички. Всех, кто обзывается в основном с ошибками, пытается меня оскорбить, всегда уходит в бан. Моя страничка – мой дом. Я размещаю здесь публикации, когда хочу и какие я хочу. Не забыла Виталина вспомнить и своего экс-супруга. Джига, таких как вы, называл бракованные люди. Знаете о себе, сообщила она. По ее словам, она показала людям правду, на которую нельзя обижаться. Мой бывший муж никогда больше не сможет заступиться ни за себя, ни за меня. Но я буду держать эту оборону всегда. Он любил говорить. Будем отстреливаться. Уверяю вас, я отстреляюсь. От всех, кто унижал и пытается унизить, я знаю, что я сильнее всех вас. Не обижайтесь. Не будьте, пожалуйста, этими гоблинами, бьющими витрины, которые вам недоступны. Я вам недоступна, добавила она. Она призвала поклонников задуматься о себе, посмотреть на себя в зеркало, перестать ругаться и обзывать других. Если почувствуете порыв, слушайте классическую музыку, читайте поэзию и обязательно поедите на голосование. «Я серьезно, вас это точно отвлечет», – резюмировала пианистка. К слову, певица Наталья Штурм была шокирована смертью известной журналистки. Звезда восхищалась профессионализмом и силой духа Юлии. «Она всегда выступала по остро-социальным темам на телевизионных программах. Я ее просто заслушивалась. Потому что так формулировать мысли могла только она. Четко, профессионально, жестко», – рассказала Наталья МК.